Вы сделали из себя невероятно популярны в социальных сетях и интернете. О вашем поединке уже много говорят. Это своего рода новая техника для бойцов нового поколения. Расскажите мне, как вы собираетесь продвигать свою карьеру. Это точно сделало меня самым большим проспектом в боксе. Думаю, даже за всю историю. Я имею ввиду самый большой проспект до того, как стать чемпионом. Вы никогда не видели 20-летнего бойца с таким количеством фанатов, с таким количеством людей, знающим его. У нас был 20 или 21-летний Майк Тайсон, был Оскар Делахоя на Олимпийских играх. Но вы не видели много таких бойцов. От меня большие ожидания, вокруг меня много шумихи. Но мне нужно быть приземленным и тренироваться так, как будто это мой последний бой. Я не могу допустить плохого выступления. Я не могу допустить поражения, потому что так много глаз наблюдают за мной. Я знаю, я молод, но во мне есть огонь реализовать эти ожидания и даже больше. Я дам вам то, что все хотят увидеть. С момента своего первого поединка на профессиональном ринге в июне 2016 года американский боксер мексиканского происхождения Райан Гарсия успел стать в своем юном возрасте в 21 год настоящей звездой бокса. Несмотря на раннее начало карьеры в профи, он многого достиг как любитель. На любительском ринге собрал невероятный рекорд 215-15. В своем арсенале имеет невероятную скорость рук, обладает прицельным акцентированным ударом. Подвижный на ногах хорошо работает корпусом. Несмотря на мексиканские корни, поединки ведет довольно разумно и не лезет в необдуманные обмены. Как для представителя легкого веса имеет неплохую антропометрию. Это дает преимущество над оппонентами в своей весовой категории и возможность для перехода в более тяжелые дивизионы. Не меньше внимания, чем собственному боксу, американец уделяет развитию своей медийной популярности. Его называют бойцом новой генерации. После недавнего мегабоя с филиппинцем Ромеро Дуно, давайте посмотрим на несколько примеров разрушительной скорости молнии Райана Гарсии. Добро пожаловать снова на канал на связи. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на канал, если это видео вам интересно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего выпуска, а также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. И не забывайте о розыгрыше 500 рублей. Оставайтесь со мной, ведь сейчас мы посмотрим на несколько интереснейших моментов в карьере одного из самых ярких представителей мира бокса Райана Гарсии. Райан Гарсия – топ-распект легкой весовой категории. Именно в этом весе чемпионом по трем из четырех основных версий является украинец Василий Ломаченко. Боксер в настоящее время оценивается как девятнадцатый из 2153 профессиональных боксеров в мире и четвертый из 288 боксеров США. Из 19 его боев 16 были одержаны нокаутом. Гарсия, который начал заниматься боксом в возрасте 7 лет и всегда тренировался со своим отцом в семейном гараже, начал молниеносный старт в составе профессионалов, обеспечивая 5 нокаутов в своих первых шести боях. Его достижения в любительских разрядах были просто невероятными, включая 15 золотых медалей на национальных чемпионатах, участие в чемпионате мира среди молодежи 2016 года и участие в Олимпийской сборной США по боксу и многое другое. 9 июня 2016 года Гарсия влетел как молния на профессиональный ринг со своим сокрушающим нокаутом в первом раунде. Его первой жертвой стал коренной мексиканец, боец Эдгар Мезо, который после неудачного дебюта прекратил свою боксерскую карьеру. Далее с разницей 2-3 недели список жертв молнии только пополнялся. Один за одним были побиты Гектор Гарсия, Луис Лозано, Кристиан Круз, Джонатан Круз, Марио Агуйре в основном нокаутами в первых двух раундах. Я рад объявить, что моя мечта стала реальностью. Я подписал контракт с Golden Boy Promotions. Не могу дождаться момента, когда выйду на ринг 17 декабря и начну показывать миру, на что способен. Инглвуд, США. 2016 год. Райан Гарсия против Хосе Антонио Мартинеса. Ворвавшись в профессиональный бокс и с легкостью одолев своих первых шесть соперников, Гарсия был переполнен уверенности перед своим дебютом в Golden Boy Promotions. Против Хосе Антонио Мартинеса в андеркарте финального боя Бернарда Хопкинса на арене The Forum 17 декабря 2016 года. Против быстрых и мощных ударов Гарсии у мексиканца не было ни единого шанса. Гарсия с самого начала выглядел более уверенным и с первых же секунд боя приступил к натиску. На последних секундах первого раунда, зажав Мартинеса у каната, в молния приступил тотальному избиению своего оппонента. Хосе выстоял до конца раунда, но был настолько потрясен, что едва держался на ногах, а над левым глазом появилось рассечение. Но Хосе нашел в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Гарсия увидел, что противник сломлен и обессилен, приступил к доведению боя до логического конца. Мартинес не смог выдержать навязчивый темп боя Гарсия и в середине раунда просто рухнул на канвас. Поднявшись на счет 8, он продолжил бой, но всем было очевидно, что это был конец. Рефери не смог выдержать избиение и остановил бой. В итоге Гарсия одержал победу нокаутом. Инглвуд, США 2017 год. Райан Гарсия против Марио Антонио Массиаса. С тех пор Гарсия не потерпел поражение, нокаутировав остальных соперников Девона Джонса и Тайрона Лаки. 15 июля 2017 года в четырехраундовом бою в легком весе сошлись 18-летний проспект Райан Гарсия и 31-летний боец из Мексики Марио Антонио Массиас, который на тот момент провел 50 боев на профессиональном ринге. Но опыт не помог Марио справиться с натиском Райана. На первой минуте первого раунда Массиас был отправлен нокаут. Лас-Фегас, США 2017 год. Райан Гарсия против Мигеля Корризоза. 15 сентября 2017 года в Лас-Фегасе в рейтинговом поединке во втором полулегком весе сошлись Райан Гарсия и Мигель Корризоза. Бой долго не продлился. Развязка наступила уже на 30-й секунде первого раунда, когда Райан отправил Мигеля в нокаут ударом справа и завоевал вокатный титул NABF Junior в полулегком весе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Индио, США 2018 год. Райан Гарсия против Фернандо Варго Саппара. Он сохранил свой титул через три коротких месяца после того, как в ноябре отправил техническим нокаутом Сезара Алана Венесуэла в третьем раунде. И снова в марте 2018 года против Фернандо Варго Саппара. 22 марта 2018 года в Индио в главном бою вечера встретились 19-летний проспект Райан Гарсия и опытный ветеран Фернандо Варгос. Варгос был известен как неуступчивый гейткипер, протестировавший уже многих проспектов и даже проводивший бой с британцем Джейми Макдонеллом, а также победивший у Уильфреда Папита Васкеса-младшего. Впрочем, бой с Райаном даже не продлился полных трех минут. Развязка наступила уже в конце первого раунда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нью-Йорк, США, 2018 год. Райан Гарсия против Браулио Родригеса. Весь 2018 год Гарсия сражался с лучшими противниками в своей карьере. Сражаясь с Джейсоном Веллесом и Карлосом Моралесом целых 10 раундов, чего раньше никогда не делал, Гарсия одержал победы единогласным решением судей и решением большинства судей соответственно. 20-летний проспект второго полулегкого веса Райан Гарсия вдохнул в новую жизнь свою карьеру, одержав важную для себя победу в андеркарте боя Сауля Альвареса и Рокки Филдинга. Акции Райана немного упали после того, как он провел два боя с Карлосом Моралесом и Джейсоном Веллесом. В тех поединках он не только не смог одержать досрочные победы, которыми ранее славился, но и в принципе уверенно победить. Перед этим поединком Райан сменил тренера и стал работать с Энди Рейносо, тренером Сауля Альвареса. Сотрудничество осложнялось тем, что Райан не говорил по-испански, но в итоге первый бой под руководством Рейноса закончился хорошо. На сей раз соперником Гарсии был 30-летний доминиканец Браулио Родригес, боксер без каких-либо достижений в профессиональной карьере. Родригес старался навязать своему визавир измен, отчаянно бросался вперед в попытках нанести удар справа. Но Гарсия был легок на ногах и старался поймать его левый хук на сближении. Впервые Родригес оказался в нокдауне еще в первом раунде, но развязка наступила немного позже. В пятой трехминутке Родригес как всегда кинулся вперед, а Райан Гарсия смог встретить его ударом справа в голову, после которого потрясенный боец отошел к канатам. Гарсия нанес несколько ударов, завершил бой левым хуком, после которого его соперник оказался за канатами и не смог подняться на счет 10. Индио, США, 2019 год. Райан Гарсия против Хосе Лопеса. 30 марта 2019 года на арене Fantasy Springs Casino в Индио состоялся большой боксерский вечер от промоутерской компании Golden Boy Promotions, главным событием которого стал поединок, подающий большие надежды американца Райана Гарсии и пуарториканца Хосе Лопеса. Бой начался с атак Гарсии, которому достаточно быстро удалось потрясти Лопеса многоударной комбинацией. Хосе не собирался сдаваться, хотя вся его уверенность в собственных силах тут же улетучилась. Райан продолжил наступление, но моментами слишком торопился и действовал очень размашисто. Второй раунд не сулил андердогу ничего хорошего, потому что уже на первых секундах пуарториканец пропустил несколько плотных ударов и был вынужден перейти в режим выживания. Гарсия бросился на добивание и отправил Лопеса в нокдаун хлестким левым крюком, после которого тот сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Хосе достоял до спасительного гонга, а вот на следующий раунд выходить отказался. В итоге, согласно правилам Атлетической комиссии штата Калифорния, 20-летнему Райану Гарсии была зачислена победа техническим нокаутом. Лас-Вегас, США, 2019 год. Райан Гарсия против Ромеро Дуна. В конце концов, мне нужен серьезный промоушен, а не так, чтобы меня бросали в андеркарды и чтобы я сам раскручивал свои бои. У меня огромная болельческая база, так что мои бои в любом случае не останутся незамеченными. Но я однозначно буду требовать полноценной раскрутки боя с Дуна. В сентябре 2019 года Гарсия возобновил свою сделку с Golden Boy Promotions, описанную как одна из самых прибыльных сделок в истории для боксерской перспективы. Теперь у Гарсии выпал шанс закрепить свой путь к мировому титулу. 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе состоялся поединок между американцем Райаном Гарсией и филиппинцем Ромеро Дуна в рамках андеркарда боя Ковалев Альварес. Для того, чтобы его выиграть, Райан провел в ринге меньше чем две минуты. Ромеро не смог создать достойную оппозицию молодому боксеру, действовал слишком очевидно. Гарсия легко воспользовался его ошибками и в середине первого раунда ударом справа нокаутировал филиппинца и завершил бой. Стоит отметить, что на кону поединка стояли титулы WBC Silver и WBO Naba, которые и достались 21-летнему боксеру. Перед боем «Молния» бросил вызов другим топам дивизиона – Девину Хейни, Джервонту Дэвису, ну и конечно же Василию Ломаченко. Нельзя сказать, что это было сделано лишь для пиара и набора очередных подписчиков в соцсетях. Представитель Golden Boy Promotions действительно является очень перспективным парнем. Себя он называет самым большим проспектом в истории бокса. И добавляя, что по узнаваемости среди 21-летних боксеров с ним мог спорить разве что Майк Тайсон и его владелец промоутерской компании Оскар Делла Хоя. Потенциальный бой Ломаченко-Гарсия станет мегафайтом огромного масштаба. Этот ивент может принести сотни тысяч, а возможные миллионы проданных трансляций, конвертируемых в десятки миллионов сделанных долларов. После победы Альвареса над Ковалевым многие заговорили о том, что на вершине рейтинга Pound for Pound теперь мексиканец. Якобы он более смелый боксер и имеет больше прав на господство в этом ринге. Если Ломаченко и его команда хотят доказать, что Василий был и продолжает быть лучшим боксером мира независимо от весовой категории, то им нужно рисковать и соглашаться на самые сложные бои. Один из таких боев – поединок с Райаном Гарсией. На этой ноте, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и не забывайте подписываться на мой канал. Увидимся в следующих выпусках, берегите себя удачи! Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Итак, пришла пора определиться с победителем прошлого конкурса. И победителем становится Endgame. Мои поздравления, свяжись со мной в инстаграм, чтобы получить свой приз. А всем желаю удачи в следующих розыгрышах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok